здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут соболевская полина анатольевна можно без отчества я врач врач-иммунолог и еще я научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитет санкт-петербургского государственного университета у нас научно-исследовательской лаборатории мы занимаемся исследованием патогенеза и особенности различных аутоиммунных заболеваний в том числе не самых популярных аутоиммунных заболеваний и так сложилось что в наш круг интересов попали еще и аутоиммунные заболевания головного мозга причем отчасти произошло это не совсем намеренно но так в науке бывает сегодня я расскажу вам как раз таки про аутоиммунные энцефалиты вещь не так часто встречающаяся в практике врачей однако однако заслуживающее внимание и так вообще что такое аутоиммунные энцефалиты энцефалиты как известно это воспаление головного мозга и она может быть различные генеза может быть инфекционные а может быть вот как в нашем случае которых я сегодня буду рассказывать это аутоиммунные воспаления то есть это группа воспалительных заболеваний головного мозга которые характеризуют выраженными нейропсихиатрическими симптомами важно сказать что воспаление здесь опосредованное антителами какие это могут быть антитела как правило это три варианта антител 1 это антитела против белков нейрональной клеточной поверхности второе это антитела против ионных каналов и антитела против рецепторов или рецепторов системы мозга почему об этом важно говорить вещь редкая но возможно она еще и плохо диагностируемая почему потому что не всегда они эти пациенты с аутоиммунными энцефалитами диагностируются вовремя диагностируются правильно почему потому что очень сильно маскируется клиническая картина под различные психические расстройства и с чем это может быть связано очень похожая клиника недостаточные диагностические возможности иногда бывает так что самый специалист не знают о существовании таких расстройств и это тоже нормально для этого мы сегодня здесь и собрались и я надеюсь что вебинар посмотрят еще люди и узнают и это им поможет в работе вот говоря вообще о вариантах аутоиммунных энцефалитов и здесь нужно говорить их достаточно много но если мы говорим о возможностях диагностики то вот что мы можем сейчас продиагностировать из того что зарегистрировано в российской федерации потому что опять таки мы все знаем что есть варианты диагностики которые зарегистрированы роспотребнадзор мы можем их применять в клинике ставить на этом основании пациенту диагноз к сожалению есть набор который применяется только в научных целях и на них на их основании мы не можем пациентам выставить клинический диагноз ну вот например у компании евроиммун есть набор в котором можно обнаружить да применяя этот набор следующий вариант антител значит первое это антитела галатоматным рецептором типа nmda значит и что из этого вытекает при обнаружении таких антител в правиле диагноз аутоиммунный энцефалит типа nmdar то есть к рецептором к рецептором типа nmda галатоматным но важно сказать что эти аутоиммунные энцефалиты часто бывают коморбидны и коморбидны они бывают даже с опухолевыми заболеваниями вот например аутоиммунный энцефалит к рецептором галатоматным типа nmda очень часто и это самые такие самые часто описаны в литературе мировой это тератомы яичника или это стекулярные тератомы почему потому что там тоже есть нервные клетки и эти антитела могут вырабатываться к ним вообще энцефалит довольно молодой написано в 2007 то есть он достаточно достаточно молодое заболевание дальше антитела к другим галатоматным рецептором типа ампа и здесь что может быть он может быть коморбиден с карцинома легких с карциномой молочной железы или стимомы то есть это вариант паранеопластического антитела поэтому такая находка может с одной стороны дать возможность диагностировать и правильно установить этиологию психоневрологического синдрома или расстройства а с другой стороны может обнаружить и другую проблему частности обухоли антитела к гамма аминомасляной кислоте к рецепторам типа b это тоже вариант лимбического энцефалита и тоже это может быть вариантом паранеопластического антитела lg1 это другой вариант антитела тоже лимбический энцефалит и к сожалению он коморбиден с другими вариантами опухоль зириокарцинома стеротома яичника с гипернифрома стимомы и так далее и значит последний вариант это может проявляться он как нейромиотомия или синдрома сакса и может быть ассоциирован с тимомы вообще очень бы хотелось подробнее поговорить о энцефалита почему тут вопрос очень сложно первое эти энцефалиты часто определяется при хронической герпесовирусной инфекции а второе мы живем в эпоху ковида и как бы мы не как бы нам больно не было в это верить это стало частью нашей жизни и вот с каждым днем с каждой неделе можно найти все больше и больше случаев дебюты анти нам де рецепторных энцефалитов в постковиде или как как вариант постковидного синдрома после перенесенной коронавирусной инфекции поэтому здесь конечно нужно держать ухо во строк потому что психоневрологические манифестации постковида довольно часто встречаются и вовремя распознать именно этот анти нмд энцефалит мне кажется достаточно полезно и для доктора и для пациента потому что это влияет на тактику лечения на прогноз и на дальнейшую жизнь пациента и так что такое вообще анти нмд рецептор энцефалита вариант аутоиммунного энцефалита при котором являются антитела бутоматным рецептором типа энэмдей клинические проявления программальная стадия включая в себя гриппоподобные симптомы субфибрильная температура головная боль апатичное состояние может являться у 70 процентов случаев но она довольно резко сменяется стадии психоза в течение которой наблюдаются тяжелые поведенческие личностные изменения бред спутанность сознания галлюцинации у большей части пациентов такие симптомы приходят приводят психиатрическому лечению и к наблюдению у психиатра и согласитесь это довольно закономерно и довольно справедливо если пациент с такими симптомами направляются лечащим врачом любым терапевтом неврологом либо сам идет психиатр и вполне возможно что таким пациентам ставится в зависимости от их клинических проявлений может ставится и шизофрения дебют шизофрении либо вариант какого-нибудь шизоэффективного расстройства и пациенты начинают получать антипсихотическую терапию которая вполне законно и адекватно при диагнозе шизофрении но что важно сказать что у этих пациентов могут быть патологические изменения в мрт головного мозга а также в электроэнцефалограмме но давайте зададим закономерный вопрос если пациент если это рутинная практика врача невролога или врача который направляет потом психиатру или рутинная практика врачей психиатра много ли пациентов диагнозом шизофрения направляются на мрт если для того нет показаний если у них есть какой-нибудь вариант психиатрического расстройства клиника психиатрического расстройства ну как вопрос да много ли их направляется я думаю что не очень много и следующий вопрос вот у пациентов есть протравмальная стадия гирю подобные симптомы опять-таки возвращаемся к наболевшей теме коронавирусной инфекции можно ли у него заподозрить да можно но скорее всего и я думаю что скорее всего с вероятностью до 90 процентов его направят на сдачу теста пациент исследование спинно-мозговой жидкости а много ли пациентов с диагнозом шизофрения направляется на пункт со спинно-мозговой жидкости нет и это абсолютно было бы не этично пациентам делать пункт со спинно-мозговой жидкости диагнозом шизофрения какими благими намерениями мы не следовали это не этично как минимум там может наблюдаться лимфоцитарный плеоцитоз возрастание концентрации белков внутри черепной жидкости и олигоклональные полосы и вот как раз таки возвращаясь к тератомам встречаются очень часто у молодых пациентов параноопластический синдром может наблюдаться и вот как раз таки в таких случаях мы видим проявление вот это вот анти-НМД рецепторного энцефалита но в 60 процентах случаев все-таки могут наблюдаться эти ассоциированные опухоли в 40 процентах соответственно нет могут диагностироваться не только у молодых женщин у женщин пожилого возраста у мужчин с тератома яичников и даже яичек и даже у детей прогноз прогноз таких энцефалитов улучшается с соответствующей терапией я скажу в конце про варианты терапии потому что существует две линии терапии сейчас рассматривается третье но об этом чуть позже но период выздоровления может быть очень длительным до полугода может сопровождаться и к сожалению последствиями но благоприятные исходы при своевременном назначении адекватной эти опыта генетической терапии они возможны но соответственно здесь нужно стоит задача перед клиницистами первое вовремя заподозрить а второе вовремя раз познать потому что ну согласитесь это тяжело финансово может быть тяжело иногда невыполнимо потому что в рутинной практике врачи психиатров не встречаются рутинное обследование на улта иммунные энцефалиты они не так уж и доступны не во всех лабораториях города но это можно для того чтобы это осуществить нужно об этом наверное помнить и знать если говорить об еще одно варианте энцефалита это энцефалит аутоиммуны с энцитилами гамма аминомасляной кислоте рецептором типа b что может быть в качестве клинических симптомов это может быть эпилепсия спутанное сознание проблемы с памятью до 90 процентов случаев у таких пациентов припадки как раз таки были первым клиническим симптомом у пациенты у пациентов может наблюдаться психоз бред галлюцинации расстройство сна сознание кома и вплоть до летального исхода практически у половины пациентов которые проходили в исследованиях описанных в литературе также обнаруживается опухоли мелкоклеточная парцинома легких соответственно эти антитела это тоже паренеопластические антитела это тоже неврологический синдром поэтому здесь вовремя обнаружить и заподозрить может спасти жизнь пациенту и не только обеспечить ему благоприятный исход а и спасти жизнь и могут наблюдаться различные паренеопластические антитела это антитела к тиропероксидазе это телак гад 65 называется это антитела который вырабатывается очень часто при опухоле кишечника СОКС-1 это антитела который наблюдается при опухоле легких что можно обнаружить на обследованиях таких пациентов на мрт у большинства пациентов аномалии в средней височной доли эпилептическая активность на электронцефалограмме при исследовании спинномозговой жидкости лимфоцитарный плеоцитоз возрастание концентрации белка олигоклональные полосы при обнаружении первичной опухоли и лечении первичной опухоли прогноз значительно близится благоприятному и это повторюсь что это ассоциированный лимбический энцефалит который может быть паренеопластическим поэтому очень важно обнаружить еще и первичную опухоль которая может быть но есть особенности у этих антитела варианта энцефалита эти исследования необходимо проводить у всех пациентов с энцефалитом даже вернее если у этих пациентов если это не вариант именно инфекционного энцефалита и лучше всего исследовать и спинномозговую жидкость и сверху но важно сказать что что вообще вот набор которые сейчас зарегистрированы это это набора для непрямой монофлоресценции там 66 если не ошибаюсь антител основные о которых мы говорили раньше они зарегистрированы они подходят для клинического применения и исследовать на них можно как сыворотку крови так и спинномозговую жидкость в чем плюсы плюсы в том что вам не обязательно делать пункцию этим пациентам чтобы хотя бы первично их прогнать через этот набор можно то есть это малоинвазивное исследование но вот у габабири центральных энцефалитов есть особенность что их лучше проводить параллельно и на спинномозговой жидкости и на сверху крови почему я так подробно останавливаюсь именно на этих двух энцефалитов потому что они случились в нашей практике и прежде чем перейти к этому я расскажу вообще историю как 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 мы обнаружили и как так вышло у нас было исследование в лаборатории которое было посвящено так называемой энцефалопатии хосимота это также известная как стероид реактив отоиммун энцефалопати то есть это аутоиммунная энцефалопатия реагирующая на терапию с тероидами это вариант аутоиммунного неврологического синдрома ассоциированного с аутоиммунным тероидом патогенез ясен клинический критерий до сих пор неизвестно описан был шестьдесят шестом году ученым с фамилией брейн и это довольно забавно что ученые с фамилией брейн то есть мозг с английского описывает заболевания связанные с мозгом но мало кто что знает несколько гипотез есть клинических случаи описаны но четкой никакой картины нет поэтому чему было посвящено наше исследование мы брали пациента с установленным психическим расстройством мы не делали выборки мы брали пациента в принципе у которых есть психическое расстройство из психиатрического стационаром и эти пациенты все обследовались на антителок тиропероксидазии и пациенты с высоким титром антителок тиропероксидазии выше 100 хотя норма считается до 30 но мы брали пациентов выше 100 международных единственный миллилитр были далее обследованы на различные параметры лабораторные в том числе это были вот это вот мозаика аутоиммунных энцефалитов это было есть еще у компании евроиммун пара неопластический анти нейрональные антитела и там как раз таки есть то о чем я говорила сок с гад 65 это тоже это все антитела которые могут возникать при различных неврологических неврологических и психических расстройствах но при этом они ассоциированы с первичной опухолью соответственно и вот 25 человек у нас было обследовано на анти нейрональные антитела методом непремой монофлоресценции и если я не ошибаюсь 30 было обследовано на парно-пластические антитела и вот среди этих пациентов мы нашли среди получается 25 пациентов мы нашли два случая в целом это довольно мне кажется неплохо с учетом того что в литературе везде описано что это очень редкая патология и так клинический случай номер один это пациентка женщина 36 лет она была госпитализирована в стационар психиатрический с диагнозом острые шизофреноподобные расстройства эффективно бредовый синдром с явлениями о нейрокатонии как развивалось ее заболевание за месяц до госпитализации она испытывала стресс потому что ее сын маленький должен был пройти через операционные оперативные вмешательства и она самостоятельно начала принимать препарат фондроцитам и различные родительные препараты в принципе мне кажется это довольно свойственно для нашей ментальности когда появляются какие-то проблемы мы сначала начинаем лечиться сами уж потом обращаемся к врачам вот она пила это месяц если на него все хуже 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 за пять дней у нее наступило резкое ухудшение ее беспокоили нарушение сна приступа страхи и тревоги на момент госпитализации у нее наблюдались такие симптомы как тревога страх бред явление дереализации деперсонализации онероидные переживания двигательные нарушения по типу кататонического ступора и возбуждения пациентке было диагностировано был диагностирован дебют шизофрении при поступлении и назначена антипсихотической терапии анксиолитической терапии и надо сказать что здесь я сразу скажу что я не стремлюсь совсем как-то обесценить или опровергнуть правильность действий психиатров это все сделано грамотно действительно антипсихотики у пациентки есть клиника психотического расстройства дальше пациентка идет на обследование рутинные которые в клинике хочу сказать мы к сожалению не знаем был ли у нее вот этот вот продромальный период продромальная стадия с повышением температуры гриппоподобными симптомами потому что в тот момент когда мы ее взяли уже в исследование пациентка не помнила она была со всеми психотическими симптомами вот ну и начало было за месяц вполне возможно что вот эта продромальная стадия она у нее тоже присутствует но мы не знаем и уже этого нам восстановить не даст чтобы его снаследование у этой пациентки был повышенный антидр антителок терапироксидази в восемь раз выше нормы был повышенный уровень тиротропного гормона то есть можно сказать что пациентка стремилась к состоянию тиротоксикоза но при этом уровни тироидных гормонов были в принципе в пределах нормы только уровень свободного триотиранина он был чуть чуть ниже нижней границы и пролоктин соответствует филибулярной фазе цикла сразу хочу сказать что если говорить о том подозревать ли у пациентки болезнь грифса фон базетова у нее этого не было антитела к рецепту ротога были отрицательны мы потом это посмотрели поэтому как бы вариант скорее всего такого именно тироидита в стадии гипертироза на узи органов малого терапатазы не было выявлено патологических признаков на узи щитовидной железы была неодородная инфраструктура объем щитовидной железы был в пределах нормы ну и в принципе на узи наблюдалась такая типичная картина аутоиммунного тироидита и этой пациентке соответственно выставлен диагноз с комарбидной это аутоиммунный тироидит хошимота или хосимота согласно gta это критерии японской тироидологической ассоциации и мы взяли пациентку в наше исследование дополнительно обследовали ее как раз таки на вот этот вот на вариант наличия антиниверональных аутентитет методом невремой амминофлюоресценции с применением коммерческого набора мозаика аутоиммунных энцефалитов производства германия вообще в идеале эти картинки должны быть цветными но у нас был в лаборатории микроскопа у него камера стоит черно-белая поэтому вы видите к сожалению черно-белые картинки прошу прощения но какие и вот перед вами детекция аутентитета гаутоматным рецептором типа nmd с иммунофлюоресценцией в наборах используется субстрат эмбриональных почечных клеток человека которые трансфицированы нейрональными рецепторами положительный результат определяется цитоплазматическим окрашиванием и вообще если взять инструкцию к набору инструкция к набору написано очень дотошно очень грамотно из одной только инструкции можно подчеркнуть очень много полезной информации потому что я работала на многих наборах и могу честно сказать что таких дотошных инструкций как у евроиммуна я не видела ни у кого и это значительно облегчает работу исследователя потому что есть возможность очень много взять из набора из инструкции набора для этого не нужно делать ресурсы дополнительные в том же подмеди например и смотреть что еще находили поэтому вот очень нравится в этом плане мне работать с евроиммуном них очень грамотно все расписано соответственно что здесь нужно сказать вот эта пациентка или назначены антипсихотики анксиолитики но у пациентки есть аутоиммунные заболевания а это на аутоиммунный тироидит у пациентки есть психотическая симптоматика вообще таких пациентов коморбидных ауто аутоиммунному заболеванию вакууму либо даже если это аутоиммунный тироид который встречается в нашей популяции очень часто который зачастую не совсем заслуживает должного внимания этих пациентов стоит обследовать на стоит обследовать в расширенно этих пациентов не стоит подвергать только рутинным клиническим исследованиям поэтому таких пациентов однозначно нужно направлять еще и на обследование на антинивернальные антистела потому что в литературе довольно много описано случаев коморбидности аутоиммунного тироидита и аутоиммунных энцефалитов случай номер два пациентка 57 лет она была госпитализирована в психиатрической сценарии мы проводили исследования с диагнозом диполярные аффективные расстройства связи с текущим тяжелым депрессивным эпизодом и это было в еще в 2018 году в 2018 году мы ее исследовали исследование с аю у нее наблюдались тревожные депрессивные симптомы олиготемия замедленность мышления нарушения сна беспокойство приступы страха суточные колебания эффекта с ухудшением по утрам дисомнические расстройства бессонница аутоагрессивные действия с расчесами на коже черепа был установлен диагноз биполярное эффективное расстройство текущий депрессивный эпизод в стационаре назначена терапия антипсихотики анксиолитики но история если у прошлой пациентки мы ее поймали в дебюте и был первично установлен вот этот вот психиатрический диагноз или диагноз психического расстройства то здесь пациентка которая страдала психическим расстройством на протяжении 10 лет если вернуться к анамнезу на 10 лет раньше вот к первому эпизоду все началось летом 2010 года когда пациентка начала ощущать часто эпизоды хорошего настроения она будет чрезмерно активно общительно часто конфликтовала востражительно совершала импульсивные покупки и даже там были какие-то у нее сложности на работе затем осенью 2010 года у нее было резкое ухудшение настроения она чувствовала вину из-за проблем на работе боялась увольнения был снижен аппетит нарушение сна апатия малоподвижность и конфликты с окружающими с января по март 2011 года у нее в январе было совершено две попытки суицида после чего она была госпитализирована до марта на три месяца но спустя буквально две недели у нее вновь была попытка суицида и снова на госпитализирована то есть вероятно терапия с которой она была выписана из стационара она была ну возможно не так эффективно как хотелось бы затем у нее было довольно столь довольно стойкая ремиссия на протяжении целых шести лет она принимала помин и кровомазепин и длительная положительная динамика но в декабре 2017 года у нее было снова ухудшение она не выходила из дома она постоянно лежала была апатична жаловалась на отсутствие аппетит аппетита была плаксива будет с декабря по апрель 2018 года она снова госпитализирована и выписана с терапия лонзопином но в апреле 2018 года она снова была госпитализирована вернее с апреля по по июню была положительная динамика а вот в июне 2018 года она снова была госпитализирована с ухудшением снова апатия малоподвижность приступы тревоги страха анроксии и вот мы видим типичные биполярные расстройства с эпизодами аффектов с эпизодами с депрессивными эпизодами да у пациентки была довольно длительная положительная динамика но вот вот так и должна еще сказать здесь она была госпитализирована в разные психиатрические стационары города вот поэтому в разных местах она наблюдалась опять-таки данное исследование вот при последней госпитализации в 2018 году повышенный титр антиоктеропероксидазе мы снова видим практически в 7 раз выше нормы у нее был ттг на верхней границе нормы проактин был выше норма для менопаузы почему она принимала психотики они могли послужить могли но мог еще послужить и измененный метаболизм пролактина с учетом ее аутоиммунного тирогита тиранин и тироксин свободные были в принципе в пределах нормы но вот тироксин немного стремится к нижней границе нормы на узи органов малого таза которые проходят все пациенты пациентки данной данного психиатрического стационара тоже патологических признаков не было выявлено на узи щитовидной железы тоже неоднородная структура тоже объем в пределах нормы сыворотка также была обследована дополнительно ауто антитела анти нейрональной и у нее мы обнаружили антитела к гамма-аминомасленной кислоты типа b и хочется вот очень интересно конечно потому что здесь вопрос это какое-то коморбидное состояние либо вот этот вот у нее аутоиммунный энцефалит с антителами к гамма-аминомасленной кислоте он был как раз таки и причина ее психиатрического расстройства я думаю что никто не ответит и соответственно тоже психиатры начали лечить ее абсолютно адекватно но вот опять таки вопрос да что здесь послужило мы передавали всю информацию врачам я к сожалению не знаю как саживать дальнейшая судьба этих пациенток но вот информацию врачом вся информация была передана вообще если говорить об почему все-таки важно мы уже сказали что первое эти аутоиммунные энцефалиты могут быть коморбидные с различными парано-пластическими синдромами то есть может быть первичная опухоль далее терапия если это пациент с психотической симптоматикой скорее всего ему назначат антипсихотическую терапию антидепрессанты если есть депрессивные на какие-то симптомы или эпизоды но если причина кроется именно в аутоиммунном процессе и лечить нужно этот аутоиммунный энцефалит и он так маскируется под психоневрологические расстройства получается что сама причина остается нелеченной и на данный момент что вот есть сейчас две линии терапии в мире которые применяются терапия первой линии это глюкокортикостероиды в том числе внутривенные внутривенные иммуноглобулины а веиджения называются или по и плосмофераз может применяться если терапия первой линии не работает и приходит к терапии второй линии это моноклональная антитиларитоксима может применяться совместно с цитостатиками с циклофосфамидом а может циклофосфамид применяться в качестве монотерапии терапия третьей линии сейчас обсуждается активно и в основном она рассматривается для анти нмд рецепторных энцефалитов которые не поддаются терапии препаратами первой и второй линии что могу сказать исследование началось на по поводу бортозамиба это тоже цитостатик он ингибирует протеосомы в 2020 году был опубликован протокол я думаю что в скором времени будут опубликованы и первые результаты если подытожить мне кажется почему важно знать анти нмд энцефалиты вот касаемо их сейчас все больше и больше случаев по дебютам как я уже сказала в постковидном периоде в качестве постковидного синдрома и мы видим я думаю что если здесь есть коллеги-психиатр они часто видят как после инфекции ковидной после ковида пациенты приходят с психотической симптоматикой поэтому важно это распознать потому что если не распознавать и лечить их симптоматически они эти опыта генетически то положительного эффекта он может быть либо снижен положительный эффект либо недостаточен либо можно его вообще не увидеть и исход пациента и благоприятный исход он все дальше и дальше будет этого больше не хотелось поэтому если вы видите таких пациентов если даже врачи-клиницисты если у них есть какая-то симптоматика психического расстройства а если его есть еще в анамнезе какое-то аутоиммунное заболевание например тот же аутоиммунный терзит который крайне распространен есть смысл у такого пациента направить на дополнительное обследование в этом есть смысл даже мне кажется что если вдруг это будет отрицательные ну вы хотя бы это исключите поэтому мне кажется это ну это такой хороший вариант найти еще один случай аутоиммунного энцефалита значит по поводу исследований вот это на данный момент то что есть в российской федерации сертифицированные это непрямая иммунофлюоресценция 6 антител если говорить о петербурге делают это в мы не можем взять это в исследование поскольку у нас научно-исследовательская лаборатория поэтому на основании наших заключений не могут быть выставлены к сожалению клинические диагнозы вот у нас научные исследования но делают в первом медицинском университете у них есть лаборатория по диагностике аутоиммунных заболеваний Сергея Владимировича Ватина если нужны будут контакты напишите там либо можно в интернете найти они делают они делают на наборах евроиммуна и делают хорошо буквально две недели назад я у них специально узнавала они смотрят и сыворотку они смотрят и спинномодковую жидкость можно направлять по поводу того как брать материал сыворотку можно хранить эти антитела они не разрушатся у нас антитела лежали в минус в морозилке минус 40 мы проверяли с разницей в два года антитела все также определялись то есть все как бы хранится можно не бояться что они разрушатся поэтому вот в принципе на этом наверное у меня все если есть вопросы я готова выслушать еще хотела сделать объявление если у кого-то вдруг есть научный интерес то наша лаборатория готова и очень хочет сотрудничать с врачами-психиатрами я очень готова и для новых сотрудничеств и контактов поэтому дам контакт и пожалуйста пишите звоните на этом наверное все если есть если есть вопросы то готова ответить надеюсь что было полезно а а